Они на этом деле собаку съели. Два друга ответят перед законом за смерть баллон кечапы. Она охраняла двор соседского дома. Но оказалось, злоумышленники покусились на жизнь четвероногого. Причем сделали это с особой жестокостью. Распивая спиртные напитки, кудрявую собачку оставили на закуску. Почему люди ведут себя словно звери? Репортаж Ирину Шитько. Все, давай без комментариев. Свои глаза от правосудия Сергей прячет. О том, что случилось, он предпочитает не вспоминать. Да и признается, толком не помнит. Ведь в тот вечер вместе с другом они напились так, что пустили на закуску соседскую собаку. Перекрыгнув через деревянный забор на территорию открытого двора вышеуказанного дома, отцепил цепь, к которой была привязана собака по кличке Чапа. После чего, применяя длительный и мучительный способ умиршления, стал тянуть веревку вниз, отходя от собаки в сторону, от чего она повисла в петле и сильно скулила, испытывая страдания. Помертвое животное зарезали, а затем съели. Хозяйка Наталья сперва приняла эту новость за жестокую шутку. Баланка Чапа была всеобщей любимицей. И хотя сидела на цепи, даже с незнакомцами вела себя дружелюбно. Точно так же владелица отнеслась и к убийцам собачки. На суде она неожиданно простила пьяных живодеров. Моральный ущерб пусть они мне заплатят, по две тысячи пусть, а остальное я не хочу исходить. Во-первых, я их знаю, они на моих глазах выросли. Но ошиблись они. Ну, бывает всякое. Ну, садить я их не собираюсь. Почему безобидная болонка для них внезапно стала другом, товарищем и едой, подсудимые объяснить так и не смогли. Но истинного виновника назвали сразу. Вы сейчас могли бы пояснить, чем вызвано совершение вот тех действий, о которых сейчас идет речь? И какие вы для себя выводы сделали? В основном мешают вкусные набитки. Протрезвев после жуткого ужина, Артур даже решил закодироваться. Мол, дома ждет жена и новорожденный ребенок. И им отец зэк не нужен. Еще раз на заседании он попросил прощения у хозяйки собаки. Однако суд все же наказал живодера по всей строгости. Приговорил к шести месяцам колонии и поселения. Что сделал, за что и получил. Так это, как сказать, что будет правильно, чтобы другие ребята, такие как я, чтобы не делали глупости, такие как я, пошел и маму успокаивать. Второму подсудимому Сергею Гарипову, который перерезал животному горло, назначили исправительные работы. Однако наказание тут же сняли в связи с амнистией к юбилею победы. Ирина Шуцко, Илья Новиков, Новости 41 канала.